Вы смотрите отзыв об отеле Атинопелес. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Сандрей, который был в нем в 2014 году. Отель находится относительно недалеко от Агии-Пелагии, примерно в 17 километрах от аэропорта Эраклиона между двух бухт. Отель представляет из себя комплекс из небольших зданий, расположенных уступами на склоне горы, и чем-то напоминающий Ге, Ее на Санторини, только в более современном варианте. В главном корпусе находится ресепшн с неизменным мистером Харрисон, столик представителя ренткара, лобби-бар, возле которого коротают вечера любители пообщаться лично или в виртуальном пространстве, интернет бесплатный и с хорошей скоростью. Конференц-зал, в котором иногда проходит анимация и на повстрече гидов с туристами. В этом же здании главный ресторан, в котором проходят завтраки и ужины. Питание очень приличное. Хороший выбор десертов. Утром каша и горячий шоколад, блинчики, омлеты и весь прочий стандартный набор еды и напитков. На ужине все напитки наливают официанты. Вино, вода, все только из холодильника и из бутылок. На ужин всегда есть суп, большой выбор горячих блюд и десертов. Обслуживание очень хорошее. Этажом выше тематический ресторан. И информационные стенды тур. Компании. В здании многоуровневое и на минус первом этаже расположены спа с закрытым бассейном и тренажерным залом. И магазины. На этом же этаже можно и сыграть. Один из выходов ведет к двум глубоким бассейнам. И бару. Бармен немного понимает по-русски. В баре напитки, печенье, бисквит и пицца. Обеды проходят в снег ресторане. Там же и пулбар. Рядом магазины, туалеты. Тут же большой бассейн с детской секцией и зоной джакузи. На территории отеля имеется одна главная улица, по которой курсирует трансфер за багажом туристов и на пляж. И множество улочек, переходов, лестничных маршей. Случайно обнаружил теннисные корты, три штуки и амфитеатр. Большинство номеров имеет вид на море в бухты. Виды порой открываются просто великолепные. Но нужно иметь в виду, что чем ближе вы живете к главному корпусу, смотри карту, тем дальше вам идти или ехать. Шаттл идет через каждые 20 минут на пляж. И чем ближе к пляжу, тем дальше от главного корпуса. Снег ресторан и главный бассейн примерно в середине территории. На пляж от ресепшн я спускался примерно за 12 минут, поднимался чуть дольше. Возле пляжа маленькая детская площадка, дайвинг-центр и отельный бар. Сам пляж небольшой, галечный, тапки не нужны. Глубина начинается довольно быстро. Пешком с коляской вряд ли подниметесь вверх по склону. Но отельная маршрутка быстро доставят наверх. Мой номер находился на втором ярусе, примерно на равном расстоянии от ресепшн и снег ресторана. Номер кажется 212, нормальный по площади. В комнате есть шкаф, раскладной диван, раскладушка, большая кровать, кресло, столик. Сейф бесплатный, по ТВ2 наших канала. В мини-баре бутылочки с вином и водой. Умывальник не в санузле, а в закутке, где шкаф. Есть фен. Ванная нормальная. Балкон большой, но у некоторых были террасы. Сушилки нет. С балкона открываются великолепные виды. Проживая в этом отеле не очень просто куда-то выбраться, если вы не арендуете машину. В Ираклиан и обратно можно съездить на автобусе. Один рейс в день. Проезд 330. Анимация в начале сезона видимо на зачаточном уровне. В отеле отдыхает полный интернационал. Все отдыхающие были дружелюбные, адекватные. Поляки в даркс и теннис активно болели и за своих, и за русских. Обслуживание в барах, ресторанах, уборка в номерах на хорошем уровне. Имхо очень хороший отель, но нужно учитывать его расположение и особенности территории. Хотя там отдыхали и сильно беременные женщины, и семьи с маленькими детьми, и люди пожилого возраста, и молодежь. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.